Курские экстремалы доказали, что использовать квадроциклы можно не только, чтобы развлечься, но и делать добро. И отправились в школу-интернат номер два. Подробности в сюжете. Это утро воспитанников интерната началось не так, как обычно. Ревущие моторы и Дед Мороз на квадроцикле вызвали удивление и ажиотаж не только у детей. Решение приехать к ребятам родилось спонтанно. Захотелось сделать доброе дело, говорят участники акции. Первоначально была идея почистить город. Но так как наши коммунальные службы в этом году, слава богу, справляются, была предложена идея, мной в частности, почистить в детских домах. На что получился колоссальный резонанс, как я уже говорил. И отозвалось достаточно много народу. Помощь интернату действительно нужна. В ледяном плену оказались площадки и тротуары. Справиться с сугробами сотрудникам не под силу. Помощь нам всегда нужна, потому что территория у нас большая. Обслуживающий персонал имеется, но в случае больших снегопадов, естественно, это очень проблематично, все это убрать своими силами вручную. Ребят, имеется техника. Этим все сказано. Вместе с детьми снег расчистили быстро. Самые смелые под руководством опытных водителей заняли место у руля квадроцикла. Когда садишься на пассажирское место, и когда садишься за руль этого аппарата, это совсем разные эмоции. Ты испытываешь всплеск колоссальной адреналина. Тебя захлычивают разные эмоции, радость, при этом страх. Но это очень круто. На этом сюрпризы не закончились. Впереди ребят ждали сладкие подарки от Деда Мороза. Я очень хотел бы, чтобы подобные добрые идеи переросли в хорошие традиции не только в городе Курске, но и во всей России. Татьяна Бартенева, Андрей Петухов, Вести, Курск.